На календаре 21 августа, и мимо этого события просто невозможно пройти, потому что сегодня солнечное затмение. Правда, его не будет видно на территории России, но влияние оно свое на нас все равно будет оказывать. И это еще раз подтверждает то, что на уровне энергии и света мы все являемся одним единым целым. Астрологи считают, что во время солнечного затмения можно изменить направление своей судьбы. Нужно начинать новую жизнь с нуля, как с понедельника или с первого числа. Можно начинать какие-то новые дела. Вот как раз о делах мне сегодня и подумалось. Что такое, собственно говоря, дела? Дела это какие-то действия, какая-то наша активность, какие-то наши телодвижения. Если посмотреть те исследования, которые проводились в различных областях, то окажется, что когда человек начинает проявлять какую-то активность, то в его теле начинают запускаться биохимические процессы, которые создают в нас состояние радости, удовольствия, счастья. Здорово! Получается, солнечное затмение не каждый день, а счастливыми нам хочется быть каждый день. Поэтому затмение затмением, а дела давайте делать все-таки ежедневно. О каких делах может идти речь? Даже если мы лежим и встали с дивана и пошли куда-то, это ведь уже тоже на самом деле, пусть элементарное, но тоже движение. Предлагаю начать с тех дел, которые лежат к вам наиболее близко. Загляните в свои запасники, вспомните, какие дела у вас отложены, и начните маленькими шажками, маленькими усилиями делать эти дела. Загляните по сторонам, загляните в углы своей комнаты, откройте свой шкаф, может быть, что-то нужно убрать, перебрать, вынести вон на помойку. Если вы не видите, как проявить свою активность вот здесь, вовне, начните с элементарного. Возьмите лист бумаги, возьмите ручку и займитесь самоанализом. Начните задавать себе вопросы. Взятьте, можно закрыть глаза, погрузиться в себя, вопросы сами придут. Поднимется именно то, что именно для вас сейчас актуально, и что лежит уже на поверхности, и стучится очень громко из вашего подсознания к вам, что обрати на меня внимание, просто вот в этой какой-то суете, обыденности, замыленности мы этого не замечаем. Не так, давайте начинать делать дела, не просто начинать, давайте их продолжать делать. И наблюдайте, как вот эти ваши действия влияют на ваше состояние, потому что это тоже очень важный момент отслеживать. Тогда вы будете знать, какие именно вам присущи стратегии для поддержания вашего внутреннего состояния. Состояние согласия с собой, состояние радости, состояние счастья.